Продолжение следует... 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 Первое, конечно, от степени дифференцировки опухоли по данным гистологии, но мы все знаем, что чаще всего радиологи сталкиваются уже с метастатическим поражением, или первичная опухоль удалена, или первичная опухоль неизвестной локализации, есть метастазы, есть, например, очаги в печени, когда была выполнена биопсия, и нам морфолог говорит, что это нейроэндокринная опухоль, карциноид, и мы знаем уже КИ, мы знаем ГРЕЙД, и какой же нам препарат выбрать? Здесь есть общее правило, вы видите, что если это ГРЕЙД-1 и ГРЕЙД-2, и КИ, скажем так, до 20%, а лучше, если еще и 1-2%, то здесь хорошо работают как раз препараты, направленные на визуализацию с метастатиновых рецепторов, ГАЛИ и ДОТАНОК, ДОТАТЕЙТ, НОК, ТЕХНЕЦ и ХИНИКТОК. Если речь идет о ГРЕЙД-3, то здесь уже, так сказать, лучше назначать все-таки позитронно-эмиссионную томографию с 18-фтор-дезоксиглюкозой, то есть не специфическая метаболическая визуализация. Второе, от чего зависит выбор радиофармпрепарата, это от локализации и, по сути дела, от эмбриогенеза опухоли. Ну и третье, это виды запланированной терапии. Что касается выбора радиофармпрепарата для диагностики нейроэндокринных образований в зависимости от эмбриогенеза. Если мы знаем, что опухоль локализовалась в органе, который относится к передней кишке в эмбриогенезе, то есть это легкое, это пищевод, желудок, то наиболее информативными будут препараты, как раз связанные с визуализацией саботостатиновых рецепторов. Это PET-КТ с галлидота, ток и ног, или AFFECT-КТ, тектротит, или хиник-ток. Если опухоль локализовалась, и мы знаем об этом, и мы подозреваем, что она в органах средней кишки, то здесь лучше всего работают, это доказано данным литературы, специфические метаболические трейсеры, как PET-КТ, 18-фтор-дигидроксифенилаланин, что видно на слайде. Ну и задняя кишка, или прямая кишка, здесь лучше всего по опыту литературы работает PET-КТ с фтор-дезоксиглюкозой. Это исследование будет наиболее информативно. Надо сказать, что метод PET-КТ с фтор-дезоксиглюкозой может быть информативен при клинически агрессивном течении нейроэндокринной опухоли. И если клиницист видит, что опухоль ведет себя агрессивно, то можно назначать PET-КТ с фтор-дезоксиглюкозой. Опухоли нейроктодермального происхождения, медулярная карцинома щитовидной железы. Здесь на первом месте по информативности PET-КТ, опять же, самотостатиновая рецепторная визуализация, дотаток, ноктейт. Вы видите, что медулярная карцинома щитовидной железы не самая удачная опухоль для визуализации, в том числе и даже с помощью PET-КТ. Если речь идет о фиохромоцитомах и параганглиомах, то вы видите, что работает препарат медтайот бензиогонидин и PET-КТ с 18-тор-дегидроксифидилаланином. Какие же показания к исследованию, в основном к радионуклийным исследованиям, или это AFFECT-КТ с тектротидом, вот видно упаковка, так сказать, как упакован препарат, или PET-КТ с галлийдота. Конечно, это локализация и стадирование первичной опухоли, конечно, это диагностика рецидива, это определение рецепторного статуса, то есть то, о чем совсем недавно мы говорили при проведении лекарственной терапии. Потому что мы очень хорошо видим экспрессию самотостатиновых рецепторов и можем ее оценить. Это поиск опухоли при радионавигационной хирургии, но здесь все упирается в специализированный гамма-щуп для, так сказать, лапароскопии и отбор пациентов для радионуклиной терапии, который тоже, к сожалению, вот в нашей стране пока не проводится. И здесь я бы сейчас вот уже сюда добавил еще, наверное, вопрос, связанный с царе биопсией, потому что тоже это очень важно. Ну вот здесь вы видите, например, метастаз в лимфоузлы брыжейки, принео, тонкой кишки, как хорошо видно, очаг гиперфиксации радиофарм препарата. Это препарат наш технец и тектротид, и мы видим и можем сказать уверенно, что здесь есть гиперэкспрессия самотостатиновых рецепторов. Ну вот несколько примеров, пожалуйста, тоже аффект КТ с технецем тектротидом. Кстати, это исследование у пациента было выполнено с двумя радиофарм препаратами. Видите, что сначала было выполнено исследование с тектротидом, это самотостатиновая визуализация рецепторов. И вы видите два очага в левой доле печени с гиперэкспрессией рецепторов, они прекрасно видны. И буквально там на следующей неделе пациент выполнял ПЭТ-КТ с фторд из оксиглюкозы. И вы видите, что эти очаги совершенно не накопили радиофарм препарат. То есть это нам о чем говорит? Это говорит о том, что опухоль высокодифференцированная, у нее гиперэкспрессия самотостатиновых рецепторов. И у нас нет поводов для беспокойства, потому что мы на ПЭТ-КТ не видим, так сказать, дедифференцированного процесса. Еще одно наблюдение, пожалуйста, ПЭТ-КТ с 68 галли дотатейт и эффект КТ выполнено с тектротидом через 3 месяца. Мы видим здесь прогрессирование процесса, которое выражалось в увеличении размеров одного из лимфатических узлов и в увеличении степени экспрессии, то есть степени захвата в нем радиофарм препарата. Посмотрите, как хорошо видны небольшие метастатические очаги в брыжеке кишки. Еще одно тоже наше наблюдение. Вы видите, это карциноид, гистологически подтвержденный карциноид легкого, Грейт-1, КИА-1%. И опухоль прекрасно накапливает радиофарм препарат. Мы можем абсолютно точно сказать, что есть здесь, конечно, гиперэкспрессия самотостатиновых рецепторов. Надо сказать, что препарат тектротид, например, он имеет сродство больше как раз к второму и пятому по типу этих рецепторов. ПЭТ-КТ исследования, конечно, ПЭТ-КТ, видите, что имеет более высокую разрешающую способность, но тем не менее, вот посмотрите, до начала лечения видно хорошо очень два очага метастатических. На фоне терапии актриотиды мы отмечаем, и это нередко увеличение степени захвата в очагах радиофарм препарата. Здесь этим слайдом я хочу сказать, что оценка динамики на основе СЮВ достаточно сложна. Почему? Дело в том, что на фоне лечения актриотидом происходит изменение экспрессии рецепторов в нормальных органах и тканях, в печени, в селезенке. Поэтому, возможно, сложно иногда бывает оценить, действительно ли мы имеем дело с прогрессированием процесса. Но вот в данном случае, увидите, что плотность, скажем так, рецепторов, если это можно так сказать, в печени и в селезенке сопоставимы, поэтому увеличение экспрессии и увеличение СЮВ в очагах, здесь нам говорит о том, что все-таки идет прогрессирование опухолевого процесса. Что же лучше? Очень часто мне тоже задают вопрос, Павел Иванович, какой метод исследования лучше? Аффект КТ с радиофарм препаратом Тектротит или ПЭТ КТ с радиофарм препаратом 68 галлий Дота Тейт НОК ТОК? Конечно, еще раз повторю, что ПЭТ КТ – это метод более чувствительный. Чувствительность ПЭТ КТ находится на уровне пикомолярных концентраций, в отличие от Аффект КТ, где только нааномолярной концентрации. Конечно, более высокая разрешающая способность у ПЭТ КТ. И вы видите вот на данном слайде, что при ПЭТ КТ был выявлен метастаз, брюжеечный лимфатический узел, а при Аффект КТ мы не смогли его идентифицировать, хотя и искали, и знали, что он там должен быть. Но не получилось. Да, конечно, ПЭТ КТ в этом смысле более информативен, чем Аффект КТ. Но вместе с тем я хочу отметить следующее. Вот, например, одна из работ наших иностранных коллег. Они проанализировали тут порядка 41 пациента, причем это все пациенты с метастатическими нейроэндокринными новообразованиями. И что удивительно, посмотрите, первичная локализация опухоли не была дифференцирована почти у 44% больных на ПЭТ КТ. То есть даже ПЭТ КТ практически в половине случаев не позволяет идентифицировать первичную опухоль. Поэтому не надо думать, что методы радионуклидной диагностики обладают 100% визуализацией нейроэндокринных образований. Будь то ПЭТ КТ или будь то Аффект КТ. Буквально несколько слов, что касается пептид-рецепторной радионуклидной терапии. К сожалению, она не представлена в нашей стране. На данном слайде тоже вы видите метастатическое поражение печени при нейроэндокринном образовании. И полный регресс на последней картинке метастатических очагов через 13 месяцев после начала пептид-рецепторной радиотерапии. Мы очень надеемся, что такой вид лечения в России появится. И появится, может быть, у нас в институте. Здесь я хотел, во-первых, поблагодарить всех за внимание. Во-вторых, представить наших коллег, кто достаточно давно и серьезно занимается нейроэндокринными новообразованиями, диагностикой, лечением. Это, конечно, Российский научный центр радиологии и хирургических технологий Гранова, где выполняются ПЭТ КТ со всеми радиофарм препаратами. Это РОНС, Блохина, где исторически так сложилось. И отделение радионуклидной диагностики уже давно занимается диагностикой нейроэндокринных новообразований. Сергей Вадимович Ширяев, профессор, можно вспомнить, который очень много сделал для этого направления. Это центр эндокринологии Ирумянцев Павел Олегович. И, конечно, центр Алмазова радионуклидная диагностика. Это Рыжкова Дарья Викторовна, профессор, который тоже активно занимается диагностикой нейроэндокринных образований. Спасибо за внимание.